В понедельник, 15 июня, в Черкесский дан старт ещё одному важному этапу волонтёрского движения. Конечно, происходящее в здании главпочтампа должно было начаться примерно на полтора-два месяца раньше, чтобы к 22 апреля подойти к логическому завершению – голосованию по поправкам Высший нормативный правовой акт Российской Федерации. Но так вышло, что пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы во все сферы деятельности. Не исключение – работа волонтёров Конституции. В связи с сложившейся ситуацией в стране проект был приостановлен, сейчас он возобновлён. У нас огромное количество волонтёров занимаются подготовкой к голосованию. В их работу входит информирование населения о том, что 1 июля состоится голосование у нас на всех выборных участках в стране. Казалось бы, о Конституции и поправках к ней сказано достаточно. Однако немало граждан, в том числе жители Карачао-Черкесии, которые с удовольствием более детально изучили бы новшества. Собственно, необходимость информирования населения и стала первопричиной активизации работы волонтёров в данном направлении. Предварительно нам был проведён инструктаж по тому, что мы должны, какую информацию должны предъявить гражданам, в каком виде. Мы должны объяснить им, рассказать, какие поправки будут внесены в Конституцию, о том, что нам очень важен их голос. Сейчас на точках у нас задействовано порядка 60 до 90 волонтёров, которые посменно принимают участие в работе информационных точках. А также у нас есть отдельная ещё группа волонтёров, которые занимаются порядка десятка тысяч обзвунов. Всего в республике установлены около 20 таких информационных стендов. В случае необходимости волонтёры готовы прийти на помощь людям, рассказать о каждой поправке, предложенной для внесения в основной документ. Впрочем, работа с населением – это не только информирование прохожих, но и обзвон людей, которые в силу некоторых проблем со здоровьем, скорее всего, будут не в состоянии посетить свой участок для голосования. В этом случае маломобильным гражданам предлагается так называемое бесконтактное голосование с посещением на дому и безопасной, в условиях пандемии, передачей бюллетеней. Мы поинтересовались у жителей Черкеска, будут ли они голосовать и почему. Я думаю, что стоит в любом случае идти и принимать решение, которое ближе подходит именно тебе. За поправки в Конституцию. Ой, можно я вас держу? Я считаю, что нужно вносить поправки в Конституцию, так как это улучшит положение в нашей стране. Возможно, положительно скажется на нашей родине. Все-таки это важный шаг для формирования нашего общества. Так что я считаю, что это действительно нужный шаг. Вы пойдете? Конечно, пойду. Зачем? Чтобы Конституцию поменяли. Вы уже читали эти поправки или пока еще не в курсе? Нет. Нет? Вот смотрите, видите, здесь стенд. Как раз будут люди, которые вам подскажут, если что, какие вносятся поправки. Хорошо. Большинство опрошенных считают свое участие в голосовании необходимым личным вкладом в дальнейшее будущее страны. Впрочем, помимо перспектив, пусть и ближайших, есть сегодняшние реалии. А они требуют по возможности оказывать помощь людям здесь и сейчас. Депутат Госдумы от Карачао-Черкесии Расул Баташев передал через общественников региональному оперативному штабу партию средств индивидуальной защиты. Так добровольным помощникам удалось совместить оказание информационной помощи с помощью практической. В период продолжения самоизоляции и масочного режима она тоже придется как нельзя кстати. Артур Махцемиха Каракелян. Итоги недели.